Добрый день! Недавно одно средство массовой информации обратилось ко мне с 10 вопросами, связанных с интересами новичков на фондовом рынке. Ну и в процессе этого разговора мы решили, что подобное видео и на канале Финверсия, наверное, не помешает. Вопрос номер один. Мобильные приложения банков и брокеров для инвестиций, в чем их плюсы и минусы, позволяет ли их функционал говорить о том, что это полноценный инструмент, на чем можно обжечься. На мой взгляд, вот обилие мобильных приложений для трейдинга, для инвестиций, это вполне нормальное развитие рынка с точки зрения развития его технической инфраструктуры и вполне логично, что такие инструменты становятся сегодня все более популярными. При выборе мобильного приложения лично я предпочитаю все-таки работать на декстопной версии, но все-таки использую, конечно же, в поездках, командировках, при встречах и даже иногда, к сожалению, для безопасности движения за рулем автомобиля, мобильное приложение. А если же для вас это будет основной инструмент ваших инвестиций, вашего трейдинга, то при выборе такого мобильного приложения надо ориентироваться, конечно, не только на удобство и привлекательность того или нового приложения. Хотя удобство это очень важный момент. Еще ориентироваться на репутацию, стаж работы, положение того брокера или банка, который предлагает такое приложение. Вот, к сожалению, в этой сфере очень часто очень важный элемент удобства застилает глаза с точки зрения, а от кого, собственно, это мобильное приложение. Таким образом, вот выбор мобильного приложения для инвестиций не должен основываться на соревновании фишек этих приложений. Это все равно соревнования юридических статусов, возможностей и репутации брокеров. Поэтому я посоветовал бы начинающим инвесторам, особенно молодым, не забывать об этом и перед выбором мобильного приложения убедиться в том, как вообще работает этот брокер или банк и какие конкретные инструменты, насколько широкий диапазон предоставляет. Вопрос номер 2. О крипте. Есть ли перспектива рынка криптовалют и стоит ли покупать биткоин? Ну, тут, что называется, смотря что вы хотите. Если вы ищете острых ощущений, то, конечно, стоит. И говорю об этом абсолютно без иронии, потому что эти острые ощущения вполне могут заключаться именно в том, что вы получите бешеную прибыль. Поэтому, если у вас есть некая, абсолютно, в кавычках, лишняя сумма денег, которые вы готовы экспериментировать, которые вы готовы рискнуть, то стоит. Если вы хотите спокойных инвестиций всерьез и надолго, то не стоит. Я думаю, что самый главный момент заключается в том, что рынок криптовалют, конечно же, во всем мире окончательно еще не сложился. И в этом году, скорее всего, его ждут приключения. Я уверен, что этот рынок не умрет и не схлопнется, но полагаю, что волатильности на нем будет предостаточно, вплоть и до обвалов. Лично в моем инвестиционном портфеле криптоактивов в настоящий момент нет, и я практически никогда до них не дотрагиваюсь. Напомню, что правовой статус криптовалют в мире, в принципе, еще складывается. Да, мы все чаще видим сообщение, что тот или иной солидный, давний, респектабельный банк начинает работать с криптовалютами. Мы также видим, что по-прежнему под вопросом появления криптовалюты в Фейсбуке. Мы видим, что регуляторные правила относительно криптовалют во многих странах еще до конца не сформированы. Вот когда по всем трем составляющим будет окончательная ясность, тогда, конечно же, вопрос о входе на рынок криптовалют станет еще более серьезным. Поэтому сейчас, серьезным долгосрочным инвесторам, я бы все-таки порекомендовал подождать окончания этого процесса формирования. Понятно, что криптовалюта это такой серьезный вызов в сложившейся системе денежного рынка, главное силу к которой это то, что государство является единственным законным имитентом. Это очень интересное направление, но со своими минусами, плюсами и спорными моментами. И поэтому тут сравнение Анатолия Аксакова, руководителя Думского комитета по финансам, о том, что это еще не застывшая лава вулкана после извержения, наверное, максимально точное. Поэтому, если вы хотите стоять на твердой почве, подождите, пока эта лава застынет. Третий вопрос. Что такое ETF и чем этот инструмент может быть полезен инвестору? ETF стал очень модным инструментом, это одно из самых интересных относительно новых явлений на рынке. На мой взгляд, ETF это великолепнейшая альтернатива, во-первых, PIF, а во-вторых, так называемому доверительному управлению. Потому что совмещает плюсы, варианты, когда инвестор понимает, что ничего не понимает в рынке и полагается на профессиональных управляющих, с таким плюсом, как то, что деньги остаются на вашем личном счету. У вас больше возможности маневра, чем, скажем, в PIF, даже если он не интервальный, тем более, чем в интервальном. И у вас меньше рисков каких-либо вариантов потери, нерыночной потери денег, какие возникают при доверительном управлении. Я уверен, что популярность ETF-фондов среди частных инвесторов сейчас не на пике, что она продолжит расти. И кроме того, ETF-фонды, на мой взгляд, это отличный инструмент войти в какую-то инновационную отрасль, про которую считается, что у нее большие перспективы. Ну, на вскидку сегодня это биотеха, это фармацея, это зеленая энергетика и многие другие. При этом войти в отрасль, не ставя свои личные инвестиции в зависимости от корпоративной судьбы конкретного эмитента, который подвизается на поприще этой отрасли. ETF-фозможность зайти, что называется, таким широким греблем. И в этом плане их потенциал по-прежнему высок и только начинает раскрываться. Четвертый вопрос. Перспективы нефтяных компаний России, да и, в общем-то, наверное, всего мира, в какие нефтяные компании российские и иностранные сегодня можно удачно войти со среднесрочным планированием. Ну, в моем инвестиционном портфеле нефтяных компаний крайне мало. Это Лукойл, это Шелл и практически так список ограничивается и никогда не достигает даже полудюжины. Увеличивать количество эмитентов из этого сектора в своем инвестиционном портфеле я не буду. Я полагаю, что котировки подрастут, но на среднесрочную перспективу я прогнозирую очень серьезный боковик по акциям эмитентов этого сектора. Но напомню, что на рынке часто озвучиваются и другие варианты, в том числе очередной подъем нефтесырьевого сектора. Поэтому моя версия лишь одна из тех, на которые вы должны обратить внимание, если задумываетесь о вхождении в этот сектор. Однако, в пользу своего скептического взгляда я бы отметил еще следующий момент. У российских инвесторов традиционно в этом плане сбит прицел. Так как наша экономика нефтяная и сырьевая, то мы как бы подсознательно зачастую априори воспринимаем этот сектор как вот такой фундамент мировой экономики. А это далеко не так. Об этом можно говорить долго, но просьба для начала учесть хотя бы это соображение. Не обязательно следовать ему, но учесть. Пятый вопрос о квалифицированных инвесторах и о том, в каком состоянии находится закон о квалифицированных инвесторах. Какие инициативы, на чем, что называется, сердце успокоилось после того бурного процесса, который мы обсуждали, имели, вернее, видели обсуждение в 2019 и особенно в 2020 годах. Напомню, что закон о квалифицированных инвесторах принят. В 2022 году он вступает в силу. Его, конечно же, инициатором и движущим мотором был Банк России. А цель закона защитить неопытных инвесторов от потерь. Этот закон очень часто критикуют и критиковали, воспринимая как некий шлагбаум на пути частных лиц России к инвестициям. Безусловно, и то, и другое соображение имеют право на жизнь, но на самом деле, напоминаю, что рядом с этим шлагбаумом есть такая своего рода потайная, или вернее, не потайная, а просто дополнительная дверь. Вы можете, не становясь квалифицированным инвестором, пройти тестирование на платформе брокера или банка, на которого вы инвестируете, и получить доступ к инструментам, которые вам интересны. Напомню, что институт тестирования бесплатен, и что первые пробы мы проводили эксперименты в виде опроса совместного канала Финверсия и Ассоциации Форкзилеров. Эксперимент проходил и в Чувашии, его инициаторами стали Комитет Госдумы по финансовому рынку, Национальная ассоциация участников фондового рынка и Национальная финансовая ассоциация. И вот этот эксперимент показался, с одной стороны, что вопросы не такие уж сложные для тех, кто реально работает на рынке, но что действительно тестировать это неформальность, и оно действительно нужно, потому что, как ни странно, выявляются люди с интересом к инвестициям, но с полным непониманием, как и что работает на этом рынке. Причем с непониманием АЗОВ. Я сам видел, как формируется тестирование, и вот готов заверить, что нет, это не будет похоже на такую защиту диссертации по фондовому рынку и на что-то сложное и излишне наукообразное. Напомню, кстати, что схожие системы у нас критикуют власти, как очередной пример такого зажима частных возможностей, но на самом деле схожие системы есть на всех именно развитых финансовых рынках в США и в Европе. А вот то, что у нас многие пытаются эту новацию выдать за некую инвестиционную цензуру, честно говоря, в данном случае это откровенная подмена понятий. В целом, скорее всего, этот механизм не станет проблемой для инициативных частных инвесторов. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Наверняка вы уже задумывались о формировании своего инвестиционного портфеля. А может быть, уже управляете им. В любом случае, вы уже знаете, что для того, чтобы портфель оказался прибыльным, необходимо тщательно выбирать инструменты инвестирования. А чтобы покупка оказалась правильной, придется разбираться в финансовых документах, графиках и формулах. Специально для помощи в решении этих сложных задач создан сервис Райт. Робот проанализирует множество самых крупных компаний в стране, выберет и порекомендует лучшие из них. С 2016 года Райт помогает тысячам инвесторов и делает это успешно и законно. Акции каких компаний могут быть в вашем инвестиционном портфеле? Узнайте на rg.ht. Сервис бесплатный. Ссылка на сервис Райт в описании под видео. Шестой вопрос, на вскидку, вроде бы не связан с инвестициями и с фондовым рынком, но на самом деле он очень правильный с точки зрения своей логики. Вопрос, стоит ли ждать и на сколько, если они будут, повышение ставок по банковским вкладам. Почему правильный? Потому что инвестирование ради инвестирования, ради некой моды, это в общем-то нелогично. И к счастью или к сожалению, но одним из драйверов вот такого интереса россиян к частным инвестициям стало именно принципиальное снижение ставок по банковским вкладам. Ну понятно, что по валютным они утоплены в ноль, а по рублевым находятся ниже уровня инфляции. То есть инвестиции для многих это альтернатива. И действительно, если бы банковский вклад давали более высокий процент, то для многих стоял бы вопрос, а стоит ли мне идти в мир частных инвестиций. Что же касается перспектив, я не думаю, что недавнее незначительное повышение ключевой ставки Центробанка или возможно еще одно повышение, если Центробанк почувствует, что такая мера необходима для поддержки курса рубля и ограничения инфляции. Так вот, не думаю, что это повышение состоявшееся и то, которое возможно потенциально реально повлияет на банковские вклады. Кроме, собственно, значения самой ставки, еще один важный момент, который влияет на процентный доход по вкладам, это потребность банков в ликвидности. А у российских банков сейчас нет дефицита ликвидности, поэтому сколь-либо значимого повышения ставок по вкладам в достаточно серьезной перспективе, в перспективе этого года, точно не предвидится. Седьмой вопрос, какие именно инвестиционные идеи могут привести максимальный доход? Вопрос, кстати, очень психологически знаковый и я скажу коротко. Любые, только не завиральные. Как ни странно, на первый взгляд, традиционно хороший доход, уверенный доход приносит самые банальные инвестиционные идеи. И в этом смысле у российских инвесторов есть одна та же национальная особенность инвестиционной рыбалки. В России традиционно пытаются найти некий грааль, в том числе и на фондовом рынке, и в простые решения, и в простые подходы, в том числе и к инвестиционным идеям. Не верят, надеясь найти что-то вот такое, ну что-то претендующее на всемирный заговор или на какую-то сверхинтеллектуальную комбинацию. Вот как правило, вот такой излишний поиск оригинальной идеи приводит к обратному результату, то есть к потерям. Поэтому я бы сориентировал инвесторов-новичков, не потому что они новички, это и для старичков актуально, на самые банальные, лежащие на поверхности инвестиционные идеи. Точно так же обстоят дела и с конкретными эмитентами. Голубые фишки, банальные голубые фишки, по-прежнему остаются для частных инвесторов наиболее интересным вариантом вложений. Восьмой вопрос связан практически с седьмым. Какие секторы, какие отрасли, какие эмитенты сегодня наиболее привлекательные для вложений? Какие продемонстрировали наибольшую устойчивость в условиях пандемии? На мой взгляд, в числе привлекательных отраслей это финансовый сектор, причем прежде всего не розничные, а инвестиционные банки. Это не означает, что розничные банки вообще не интересны, но мне кажется, что у инвестиционных банков возможен опережающий рост. Это ритейлеры, это BigTech, я уверен, в великолепных перспективах BigTech, чтобы не говорилось о них в моменте, на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Это авиакомпании и это автомобилестроение. Что касается устойчивости к минувшему кризису, то здесь возникает вопрос, в чем именно измерять устойчивость? В глубине конкретной просадки котировок этого эмитента в кризис или в том, что компании прошли кризис, не умерли, не упали и у них отличные перспективы? Вот мой вариант измерения устойчивости, он второй, то есть он не в Сефире, а в самом факте дальнейшего развития компании. Условно говоря, что Боинг, который имел огромную просадку, но прошел этот кризис и отказался от государственной помощи, которая могла привести к размытию эмиссии акций и успешно идет дальше, это хороший вариант кризиса устойчивости. И кроме того, не стоит ориентироваться на кризису устойчивость к прошлому кризису. У каждого глобального кризиса свой сценарий. Соответственно, этот сценарий по-разному действует на разные отрасли. Единого стандартного сценария кризиса и единой стандартной, соответственно, кризису устойчивости эмитентов нет. В 2008-2009 годах это одни отрасли, в 2020 году это другие отрасли. Поэтому тут как бы традиционный совет не искать ключа к варианту, как воевать дальше в схемах уже минувших сражений. В общем, так или иначе, я полагаю, что имеют хорошую перспективу роста акции банков и финансового сектора, прежде всего инвестиционные его части, акции ритейлеров, акции традиционных многих голубых фишек, в том числе и производственных из индекса стандарт-пурс, акции авиакомпаний, автомобилестроения, отельных компаний и бигтеха. Из российских компаний я бы сейчас средний срок ставил на Сбербанк, на Лукоил, на Яндекс, на ФосАгро, но не делал бы такой российский акцент инвестпортфеля ключевым. Девятый вопрос. Как начать инвестировать новичкам и на какие финансовые инструменты предпочтительнее обратить внимание? Начать инвестировать новичкам нужно, во-первых, с некоторого обучения, оно может быть платным, бесплатным, долгим, недолгим. Это не значит, что оно однозначно окажется качественным, но цель этого обучения – понимать вообще, как двигаются инструменты на рынке. Сразу надо оговорить, что в этом нет ничего сложного, и если вы видите, что в выбранном вам формате обучения вам дают какое-то суперискусство и сверхнауку, меняйте не себя, меняйте обучение. Значит, здесь предпочитают работать на имидж сложности фондового рынка. Там, где вы понимаете, что обучение схоже с обучением, условно говоря, в автошколе, когда вас учат не сокровенному знанию, не некому просветлению такой фондовой нирвании, а неким навыкам, там, скорее всего, обучение правильное. Не увлекайтесь излишними книгами, книги полезно читать по ходу. Не увлекайтесь ни в коем случае демоверсиями, потому что это сбивает психологически. Среди книг или среди тех курсов, которые вы выберете для обучения, очень часто новички как бы пренебрегают рассказами о психологии инвестора, полагая, что, ну вот, про это меня учить не надо, я суперчеловек, я железный дровосек, вот, меня надо учить фондовому рынку. Не пренебрегайте психологией, по крайней мере, вот как на наших курсах в том числе. Мы рассказываем о тех психологических типовых ловушках, в которые так или иначе попадает любой новичок-инвестор. Одни более устойчивые, другие менее кого-то эти ловушки вообще убивают, но вот само знание об этих ловушках, оно вам поможет не избежать их. А в момент, когда вы попадете, вспомнить, а, другие тоже в ней были. Поэтому психологическая составляющая очень важна. Что касается инструментов, я бы лично посоветовал все-таки акции. Я бы не посоветовал, как часто советуют, начинать с облигаций. Облигации, конечно, часто очень надежный инструмент, но зачастую очень медленной подоходности. И начав с облигаций, вы можете, в общем, и жить, закончить на облигациях. А вполне возможно, что ваш портфель по размеру, он просто, ну, не позволяет двигаться с таким темпом. Лучше иногда рисковать, но заранее настроиться на другой темп. И второй момент, ни в коем случае никакие сложные финансовые инструменты. Как ни странно, их пытаются завернуть в обложку, что, мол, вот вы не разбираетесь, так покупаете структурный или сложный финансовый инструмент. На самом деле все с точностью наоборот. Сложные финансовые инструменты будут хороши уже на этапе, когда у вас появится стаж инвестиций, и вы частью своих инвестиций решите распоряжаться мне сами, а вот вложить такие долгие истории. Начинайте с акций, с этого когда-то, собственно, начинался фондовый рынок, и любому новичку, который сегодня, завтра, послезавтра входит на него, логичнее начинать с того, с чего начинали мировые биржи. И десятый вопрос. Стоит ли частому инвестору заниматься активным трейдингом, и какие может дать перспектива? Вопрос частично совпадает с первым, потому что вопрос, заниматься ли активным трейдингом, этот вопрос зависит даже не от новизны самого инвестора, а от его как бы личных планов. Насколько ему интересно постоянно быть в потоке? Насколько ему интересно быть у терминала? Не то, что постоянно, но довольно активно. Настолько его личная жизнь, его работа, его увлечение позволяют вот полезненно, безболезненно, комфортно или дискомфортно вмонтировать в этот процесс практически ежедневное нахождение на фондовом рынке. Вот этот ответ, когда вы сами о себе ответ себе дадите, как ни странно, на первый взгляд, гораздо важнее, чем состояние самого рынка и его возможности. Если вы говорите, что да, я могу включить адекватно это в свою жизнь между работой и, условно говоря, поливом кактусов, то тогда возникает, собственно, вопрос номер два. Соответствуют ли те навыки, которые потребны для активного трейдинга, вашим личным особенностям и возможностям? Ответ на этот вопрос вы получите, к сожалению или к счастью, только на практике. Поэтому, если для вас это гипотеза, вот активный трейдинг и более такие консервативные и пассивные инвестиции, и если ваш портфель позволяет, лучше сразу на отработку этой гипотезы, на эксперимент выделите некоторую часть портфеля. Но, если вы его в процессе гипотезы и эксперимента потеряете, это не должно лишить вас инвестиционной устойчивости и желание весь портфель направить именно в активный трейдинг. Измерьте свою психологическую устойчивость и, если честно, смело рискнуть дать совет. Дерзайте. Ну и с огромным удовольствием напомню для многих начинающих инвесторов, что на канале Финверсия действует клуб инвесторов Финверсия, в который можно вступить по подписке. Будем рады вас видеть. Возможно, там даются ответы на многие вопросы, которые возникают у новичков. Впрочем, такие же структуры действуют. Это я сейчас говорю для того, чтобы оставаться объективным. Действуют и на ряде других каналов, и при многих известных брокерах. Поэтому выбор за вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Клубе Финверсия вы можете найти в описании к видео.